Продолжение следует... С 20 июня приемная кампания продлится до 25 июля. Можно будет подать заявление, в котором можно будет указать выбранные направления и расставить правильно их приоритетность. Что касается подачи оригинала документа об образовании, есть два срока. Есть так называемая нулевая волна зачисления льготная, это целевики и льготники. Для них приказ выйдет уже 28 июля. Что касается ребят, которые поступают на общих основаниях, они предоставляют оригинал документа об образовании до 3 августа. И первый приказ о зачислении Казанский федеральный университет выпустит 4 августа. Начался досрочный период с экзаменов по географии и литературе. 23 марта участники сдавали экзамен по русскому языку. В Татарстане его писали 179 человек. Ход экзаменов контролировали федеральные общественные наблюдатели, представители Министерства образования и науки Республики Татарстан и члены Государственной комиссии. В Казанском федеральном университете уже началась приемная кампания для иностранных граждан и граждан Российской Федерации, поступающих на магистратуру. Сейчас ведется приемная кампания для иностранных граждан и для граждан Российской Федерации, которые поступают на места в уровне магистратуры, в том числе и на бюджетные места. То есть абитуриенты, пока еще не имея диплома об образовании на руках, это что касается магистров будущих, могут сейчас уже подать документы, завести свои личные кабинеты и вступить в приемную кампанию уже на этом этапе, предоставляя портфолио для тех направлений, где это требуется. Единый государственный экзамен в 2023 году пройдет в три этапа. Досрочный с 20 марта по 19 апреля, основной с 26 мая по 1 июля и дополнительный с 6 по 19 сентября.